Продолжение следует... Сейчас едет автомобиль, это Дубининская улица. Он едет на Дубининскую улицу. Так вот, необходимо проезжать данный участок дороги следующим образом. Сместиться право на трамвайные пути по путному направлению соответствующим образом, как это делают водители автомобилей в данном видео-чужете. Вот, мы видим, они проехали абсолютно правильно. Ни в коем случае нельзя езжать брать львее под кирпич, потому что это 14 месяцев лишения прав, и именно туда, где его стоят по мойке. Да, ехать ни в коем случае нельзя. После ажиотажа, вследствием массовой информации, повесили слева еще новый знак. Движение по левой полосе. Собственно, ничего больше не изменилось, просто нужно быть очень внимательным. А место, в принципе, пёское, и знаки, они не всегда бросаются сразу на глаза. Вот, кстати, видим таксист. Он немножко помялся, но сообразил. Ехать, 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 ехать. Радуется, что сегодня нет нарушителей. Все эти вправе. Трамвая бояться не надо. Он не сможет поедать на перекресток, пока он не включится в специальный десантный опор. Трамвайный. Поэтому просто смещаемся правее и обезжаем. Значит, смещаемся по путям, по путному направлению. Все довольно просто. Главное, не волноваться и обращать на голову. Вот, видим, водитель Мерседеса. Он, видим, тоже, так сказать, впервые на данном участке. Но он сообразил, куда ехать. Он притормозил, посмотрел по странам и поехал. Обращаю ваше внимание также, что Тегрецкая площадь является конечным нескольким автобусом маршрута. Вот эти самые автобусы, они имеют право уезжать под этот самый знак. Кирпич для дальнейших пород налево к самому вокзалу. Но ни в коем случае нельзя следовать за ними, потому что простым смертным на автомобиле такой маневр успещён. Необходимо перед автобусом паз взять правее и съехать туда, двигаясь по трамвайным путям в путному направлению. Дальше, собственно, я показал схему движения на данном участке, где красными стрелками показаны движения для простых автомобилей и синей стрелкой для маршрутных транспортных средств. Спасибо. Ещё одна ловушка ГИБДД расположена на улице Бутырский вал, на пересечении этой улицы со съездом с Новослободской улицы, где под очень острым углом сходятся два противоположных потока и образуется довольно непростой перекрёсток, на котором водители часто вольно-невольно нарушают и лишаются прав от 4 до 6 месяцев за выезд на встречную полку. Обращаю ваше внимание, что поворот налево туда, в сторону третьего транспортного кольца под эстакаду, под эстакаду, под эстакаду, осуществляется только в зоне действия, в прерывистой разметки, вот как сейчас повернул автомобиль Nissan Almeer, он повернул правильно. А вот автомобиль Skoda Octavia, он осуществил неправильно левый поворот, он срезал через двойную сплошную по более короткой траектории. Это неверно. Поворот налево нужно начинать только после стоп-линии. Вот этой стоп-линии, после неё можно начинать осуществлять поворот налево, но никак не раньше, потому что в противном случае вы выезжаете на полусустречном движении со всеми последствиями для решения прав. Вот мы видим, что сейчас все автомобили, они едут, в общем-то, по своей полосе. Никто не заезжает за двойную сплошную, хотя её сейчас немножко снегом припорошило, и, в общем-то, не видно. Но, уверяю вас, оно там есть. Вот, смотрим, пожалуйста. Троллейбус остановился, автомобили всё равно не выезжают на полусустречного движения, а где-то до той самой стоп-линии, где они будут уже смещаться влево, в сторону третьего транспортного кольца. Они будут делать это абсолютно правильно. Вот автомобиль Opel делает это абсолютно правильно. Водитель автомобиля Opel делает это абсолютно правильно. Кстати, если вы проехали вот эту прерывистую линию, то также абсолютно не надо поворачивать налево дальше, потому что опять начинается двойная сплошная, и вы опять выезжаете на полусустречного движения, что опять приведёт к решению правды. Вот здесь, на данной схеме я показал, как, собственно, движутся потоки на данном перекрёстке. Будьте внимательны и не нарушайте. Спасибо. Еще одна ловушка расположена рядом с бывшей Октябрьской площадью, ныне Алужской. Это перекрёсток улицы Мытной и улицы Корольевал. Корольевал – это та улица, которая поворачивает джип. Прошу обратить ваше внимание, что на данной намытной улице, как положено в направлении, разное количество полос для движения. В сторону центра 4 полосы, в сторону области 2, причем одна крайняя правая, она запаркована. То есть, по сути, остается одна полоса. Там перекрёсток устроен так хитро, что позади места есть еще один светофор, который перекрывается, загорается красный свет, а основной поток автомобиля, он движется в сторону садового кольца. Поэтому крайний левый ряд, он довольно часто бывает пустым, и водители автомобилей, поворачивающих с крови вал налево, они принимают его за полосу попутную, за попутную полосу движения. Но сейчас мы его не наблюдаем, потому что, видимо, такие водители, это уже стреляные воробьи, что называется, не знают об этой ловушке, потому что здесь лишили прав очень много людей, без того, что люди заезжают, за двойную пластную выезжают на встречную полосу. Ну вот мы видим, что все сейчас поворачивают правильно, то есть по довольно-таки помененной траектории, как можно правее, то есть они поворачивают так, как не должны быть по правилам. однако вечером направляющих на линии на перекрестке видно не будет, значит, если еще выпадет снег, тем более ничего видно не будет, и обязательно здесь вечером появится. Сотрудники ГАИ, которые будут останавливаться в автомобиле и дышать прав водителей. Мы видим, что сейчас все водители поворачивают так, надеюсь, что теперь если вы просмотрели этот ролик, будете знать, что это может быть. Много привезда, ты будешь не будешь совершать. Проба нарушения. Погнал.